Подводим итоги матча Урицк-Винни Джонс. Минимальная победа муниципалов со счетом 3-2 и нашей после матчевой студии Владислав Беззубяк и Андрей Харлак. Владислав, поздравляю с победой. Все мы знаем, что на этой неделе был день рождения. У вашего руководителя Александра Нищука сегодня наконец-то доехал. Насколько было важно сегодня сделать ему подарок в виде победы? Спасибо за поздравление. Наконец-то, да, приятно выигрывать. Череда неудач прошла, надеюсь. Но, если честно, мы Саню поздравляем с днем рождения тремя очками. По таблице это очень важно было. Но я думаю, что ничья была все-таки игра ничейная сегодня. Погода плюс условия. Две команды бились, боролись. Нам повезло чуть больше. Возможно, надеюсь, повезет и в дальнейшем. Но сегодня ребята молодцы соперника. И наши тоже молодцы, что добавили Сане положительных эмоций. Завтра еще воскресенье. Я надеюсь, он сможет как-то это отпраздновать. Вам вернулась, да, фортуна-должок за прошлую игру с Рабоной, когда вы незаслуженно проиграли? Ну, я думаю, что все-таки нет такого понятия, как незаслуженно. Если они выиграли, значит, они больше этого заслужили. Я думаю, Винни Джонс тоже незаслуженно не хотел никогда проигрывать. Все хотят выигрывать. Но просто сегодня нам больше повезло. Я, в принципе, очень рад. Ребята бились, старались. Ты почему сегодня не играл на травме? Я немножко берегу колено. Плюс у нас молодое поколение хорошее. Мне сейчас надо к ним подтягиваться назад. Но и с бровки руководить, я уже объяснял проще. Когда ты весь в игре, ты весь в эмоциях. Не понимаешь, кому что. Пока всех подсказываешь, своего потеряешь. Ну, сегодня был Саша Нищук. Он мог руководить? Мог. Но Саша сегодня переживал, мне кажется, больше, чем я. Или я больше, чем он. Не знаю. Сегодня была очень важна победа. И мы ее добились. Мы очень рады. Андрей, так же, как и оппонент, у Риск подошли к матчу с тремя поражениями подряд. Какие были настроения? Какой был план на игру? Что получилось, что не получилось? План на игру был стандартный. Не дать сопернику много разыгрывать мяч. Больше контакта, больше борьбы и за счет этого больше наших атак. В первом тайме, считаю, до определенного момента играли очень хорошо. Все получалось, создавали моменты, не получалось забить. Ну, последнего паса не хватало. Потом, как у нас часто получается, пропустили гол и мгновенно пропала концентрация. У нас как бы пропустили один, а счет уже 3-1 проигрываем. Это, ну, не знаю, наверное, наша особенность первого круга. Будем разговаривать, будем общаться, чтобы ребята концентрацию держали весь матч. Ну, а в остальном, во втором тайме собрались, навязали борьбу. Опять же, было очень много моментов, очень много ударов заблокировал соперник. В целом, считаю, наверное, более справедливый, с моей точки зрения, результат была бы ничья. Но проиграли один мяч, так бывает. Четвертое поражение подряд, с чем связываешь? Мы не считаем победы, поражения. Выходим играть в свою игру. Настрой всегда хороший, бодрый. Поражение, ну, где-то связано с качеством соперников, где-то связано там с нашим недонастроем. У меня нет объективных причин, почему получается проигрывать. Ребята все выходят заряженные, голы забиваем, атаки создаем. Кого-то упрекнуть в том, что нет борьбы, как бы я не могу. Ребята все с горящими глазами, но что-то не получается. По голам, если брать, вообще Винни Джонс для нас такая, да, достаточно забивная команда. В последних двух матчах всего по одному мячу. Ну, сегодня два, до этого один, а до этого у вас там в среднем три-четыре. Почему так мало забиваете в последних матчах? Осень, не знаю, тяжелее поля. У нас ребята впереди техничные. Плюс, ну, осенью больше силового футбола. То есть последние игры это такие вязкие соперники и не так много пространства. То есть пропускать мы пропускаем. Забивать, ну, не знаю, подзабыли как, наверное, немножко. Я думаю, наверстаем, у нас второй круг есть и обязательно соберемся и, по крайней мере, поиграем за себя, для себя. Москалец сегодня пропускал дисклифицирован, на сколько его не хватило? У нас каждый, каждый член коллектива вносит свой вклад. Не хватило Вова сегодня, может быть, не хватило там меня в прошлых играх, уезжал в командировку. Но каждый матч чего-то или кого-то не хватает, но там не будем комментировать ни судейство, ни там отсутствие кого-то. Это футбол, дистанция длинная. Ну, команда должна понимать, что сегодня не будет одного игрока, завтра другого. Но на всем турнире надо показывать свой максимум каждую неделю. Влад, ну ты не отходишь из своего принципа две замены, ну, сегодня так, полторы замены. Все-таки не хочешь ты, да, скамейку наращивать? Хочу наращивать, Дим, я очень хочу. Я же объяснял тебе, было бы у нас вот парни на уровне, чтобы, да, вот, чтобы замена как бы усиливала, а не ослабляла игру. Я только за. Я готов по такой погоде, чтобы ребята наращивали темп, там пятерками меняться, семерками, четверками. Но на данный момент, вот сегодня у нас не было Курчанова, который бы нас усилил. Все. То есть, как бы, замена-то, вот, ну, Мустафин сегодня блестящий матч провел, а в воротах сегодня Женя дебютировал. Это старый член команды Уридс, так скажем, да. Мама Мия, что он вообще сделал в конце? Он когда сыграл на выходе кулаком, потом пошел уже встречный удар, его в воротах не было, я думал, все, это 3-3. Потом откуда-то вылетает рука, я сначала вообще не понял, это его рука, не его, чья рука, да. И мяч на угловой ушел, просто красавчик, ну, для дебюта очень такая погода, да, ужасная дождь, мяч скользкий. Очень уверенно, мне очень понравилось. На сколько выбыл Горбашов? Я думаю, до второго круга точно, потому что, я не знаю, делал он на МРТ, не делал, но заднее, как по мне, так это всегда минимум месяц, если без осложнений, то вообще без движения. Ну, вот, бог даст, к второму кругу поправиться. Надеюсь, что все-таки вернется Котов, потому что вот очень не хватает, ты говоришь. А с Котовым? Ну, у него какие-то там семейные обстоятельства, я надеюсь, что все это разрешится, и вернется парень в футбол, потому что вот в прошлом интервью ты спрашивал по результату, вот, пожалуйста. Курчанов, Котов, это все игроки были, они играли в атаку, они забивали голы, и за счет них мы побеждали. Если все вернутся в обойму, будет, и вот, чтобы тебе нравилось, 3-4 замены, 5, я только за, если парня будут прибавлять, и мне придется уже зимой форму набирать, иначе в состав не попаду. Как я так себя поставлю, они скажут, что ты творишь, вообще мы же лучше. Так что вот. Ну, у тебя не такая большая конкуренция в обороне, куда, кстати, пропал Смирнов-Трофим, он буквально в первом круге был на одной игре. Трофим тоже вот из той же серии, что, ну, у него работа, и я так понимаю, что выбирать между футболом и работой, когда приходится, все бы выбрали футбол, но, к сожалению, на футболе не платят нам денег за это. А если мы все скинемся, будем кормить его и его семью, я думаю, он будет присутствовать и пропускать где-то работу. Ну, и еще раз хочу Саню поздравить с днем рождения от всего его коллектива. Саня, снюхай тебя. Да, поздравляем Александра Ильичука от всей футбольной общественности с днем рождения. Спасибо.